Это тоже какой-то правовой документ, в котором есть подписи всех кандидатов президента, есть подписи организации. Этот документ был подписан публично и я думаю, что будет не совсем правильно, если мы этим документом не воспользуемся. Были периоды, когда отдельные положения этого договора фактически приходилось защищать нам. Вот касательно положения о продаже недвижимости, о добыче нефти, ущемление суверенитета государства в части договора по информационно-координационному центру МВД, по объединенной группе войск и так далее. Даже если что-то не получается из желания у людей, то вот прийти и сказать, вот я вот делаю, но вот что-то не успел доделать, посмотрите, это одно. А один раз подписать документ и сказать, короче, использовать его исключительно в выборный период и потом забыть про него, это другое. Наверное, я такую вещь подписал бы с оговорками. Потом я до конца дошел, там где уже подписи и к своему удовлетворению заметил, что моя подпись и написана с оговорками. Президент вот все эти меры мог бы реализовывать своими указами. Он нам фактически вот за его подпись, вот тут и его подпись есть, обещал мораторий на продажу недвижимости до принятия демографической программы. Вместо этого я вам рассказывал, какие были там меры применены тем, кто предлагал мораторию. Что ничего не сделано, ничего не сказано, даже попытки. Ну, насколько это так, дорогие товарищи? Вот понимаете, вот казначейская система, это очень сложное дело. Или язык, понимаете. Ну, думали, рядили, пришли к выводу, министерство, комитет государства создали. Конечно, это еще не решение проблемы, но это начало. На все нужна политическая воля. Казначейство надо было сделать еще 15 лет назад, но почему-то этого не было сделано. А оно сделано сейчас. Оздоровление финансовой системы. Да, очень важно. Ну что ж, думаю, что здесь какие-то результаты налицо. Это реанимированная карточная система. Все вы прекрасно знаете, что мы там около 700 или там 400 миллионов рублей когда-то на нее потратили. Теми рублями, при том долларе, была сделана система. Вроде бы она не работала 5 лет. Было выпущено тысячу карточек и все. Сегодня на руках 25 тысяч карточек. Если существует подозрение, что ваш премьер-министр продает оружие, вы банановая республика. Если государственные органы отказываются это вообще хотя бы обсудить и посмотреть, говоря, что нет оснований. Не знаю, как называть такой государственный орган. У нас есть факты, где нерегистрация преступлений для повышения процента раскрываемости преступлений. По личному приказу министра могли делаться здесь любые дела, вы знаете, вплоть до рейдерских закватов ресторана «Белый парус». Прошло два года. Паспортизации как не было, так и нет. Для чего мы выкинули почти 150 миллионов рублей, если эти задачи не были реализованы? Позицию выскажу по поводу продажи жилой недвижимости иностранным гражданам. Вопрос был неоднократный. Я не хочу его отдельно сейчас разрабатывать. Но, тем не менее, попытки приостановить этот процесс, я не обвиняю власть, но, тем не менее, попытки приостановить этот процесс в виде указа, моратория временного или чего-то еще мы не видели. Мораторий был предложен, но он был предложен парламентариями, опять же, и не был поддержан властями. Такой негативный динамик, по которой я мог бы сказать, что часть договора в имущественном плане не осуществляется, я не могу. Системно, может быть, это не осуществлено, да. Но то, что кто-то принял решение, что имущество здесь будет продаваться на странах, конечно, такого нет. Принять закон об энергетике, несколько вариантов есть, два варианта точно есть, которые мы обсуждаем. И уже порядка полутора лет стоит вопрос о том, что мы не можем вынести, потому что руководство энергоотрасли все время выходит с инициативой, что мы вынесем свой вариант. И мы вот полтора года ждем, когда они принесут свой вариант. И наши все время, вот они вот, ваш неплохой, а их варианта так и нет. Сегодня я вижу то, что есть, как минимум, энергетическая доктрина. Как минимум произведен очень тщательный и детальный аудит всех имеющихся мощностей, в том числе и на Ингурском каскаде. Вы видели чиновника, которого наказали? В крайнем случае его уволят, медаль дадут и домой отправят. Ну где эта система ответственности? Можно 5 копеек украсть и сесть на 20 лет в тюрьму. Но можно украсть 50 миллионов и еще с медалью домой идти. Это внутри нашей власти, я не говорю сейчас сегодняшний, вчерашний. Это наши реалии. И выбирая этого президента Ахраевича, многие рассчитывали, и я в том числе рассчитывал, что эта практика, порочная практика прекратится. Я не предполагаю, что можно сделать это за 2 дня. Но где попытки, вообще где попытки? Я, будучи депутатом парламента, 10-й месяц не могу попасть в эфир Абхазского телевидения. Написал кучу запросов. Объясните, по какой причине? Я вот с утра тоже был, просил их осветить, тоже так нет. Просил эфир, опять как-то так. У меня вопрос, я не получаю даже ответов на эфир. А почему? Что при телевидении принадлежит кому-то лично? Вот то, что вы говорите, ГТРК не приняло это, то еще при том, в вашем статусе депутата, ну, конечно, это ни в какие рамки не укладывается. А главе нашего государства, конечно, нелегко. И вы это, может быть, знаете больше нас. Может быть. Хотя не уверен, но больше нас. И надо нам помогать ему, дать возможность погаснуть, что они могут, на что они способны. Без нашей помощи с вами им будет еще сложнее. Вот если вы возьмете вот этот общественный договор, вот сейчас около 50 или 60 процентов того, что вот здесь сказано, по-моему, мой такой доклад, если не ошибаюсь, подтверждение этому, происходит. Я не говорю осуществлено, происходит. Удовлетворен ли окончательно? Нет. Я объясню, почему. Я считаю, что все, что у нас происходит, происходит жутко медленно.